Всем привет! В эфире Симона, и я вернулась с новой порцией новостей о зарубежной недвижимости, и не только о ней. Сегодня из нашей еженедельной рубрики вы узнаете следующее. На Кипре стали чаще покупать квартиры вместо вилл, а сделки с иностранными покупателями сократились. Аэропорт в Абу-Даби сделает прорыв и введет биометрическую аутентификацию пассажиров. Автомобильный бренд Porsche построит элитный комплекс в Таиланде. На Бали скоро ограничат строительство недвижимости, чтобы сохранить наследие острова. Далее расскажу о Греции, где цены на квартиры выросли во втором квартале, а в Афинах скоро ограничат краткосрочную аренду. И последнее. Оплачивать жилье в Турции совсем скоро можно будет только через банки или на почте. Обо всем далее не переключайтесь. Квартиры стали более актуальными среди покупателей на Кипре, а виллы отошли на второй план. Такую тенденцию во втором квартале текущего года зафиксировали в земельном кадастре. Например, с апреля по июнь было продано 489 квартир, а сделок с домами или виллами было всего лишь 110. Однако стоит отметить, что при подсчете сделок с виллами не учитывали данные по Никосии, потому что их нет. Также на острове чаще покупают землю. Во втором квартале приобрели 666 участков. Популярность квартир объясняется более низкой стоимостью, потому что на дом или виллу уходит больше расходов. Более того, местные жители зарабатывают не так много, чтобы брать кредит на дорогостоящее жилье. Теперь немного о ценах на квартиры. Самые дорогие продают в Лимассоле. Средняя цена 247 тысяч евро за квадрат. В Никосии и Ларнаке 134 тысячи евро, а на Пафосе почти 123 тысячи евро за квадратный метр. Еще одна новость из Кипра. Число сделок с иностранцами снизилось на 2% в годовом исчислении на момент августа. За этот месяц иностранные граждане купили 485 объектов, учитывая граждан Евросоюза и покупателей из других стран. В августе европейцы заключили 150 сделок. Это на 1% меньше, чем в том же месяце прошлого года. А среди общего числа сделок, которых было 1135, доля продаж европейцам составила 13%. Россияне и другие нерезиденты приобрели 335 объектов. Здесь просадка в продажах немного выше, на 2% меньше, чем в августе 2023 года. Доля продаж составила 30%. Опираясь на данные земельного кадастра, с января по август граждане не из стран Евросоюза купили 2833 объекта, что на 16% меньше, чем за аналогичный период 2023 года. В аэропорту Абу-Даби в 2025 году заработает биометрическая аутентификация пассажиров. Она будет распознавать лица, поэтому проверка документов займет всего 7 секунд вместо 25, как это было раньше. Оптимизация процесса произойдет за счет того, что путешественникам не нужно будет предъявлять посадочные талоны. Со всеми заботами справится новая система, которая, кстати, работает на базе данных Федерального управления по идентификации, гражданству, таможне и безопасности портов Объединенных Арабских Эмиратов. В Бангкоке к 2028 году должны построить элитный жилой комплекс от немецкого автомобильного бренда Porsche. В столице Таиланда начнется строительство ЖК уже скоро, в начале 2025. Проект включает в себя 95-метровую башню, в которой расположат всего 22 апартамента. Они будут двух- или четырехуровневые. Также там традиционно будут фитнес-центр, спа-салон, бассейн и различные бизнес-залы. Но есть кое-что примечательное, ради чего Porsche, в принципе, взялся за строительство такого проекта. В середине высокого здания оборудуют специальный пандус, ведущий к пространствам страсти, то есть к гаражам, где жители смогут хранить коллекции авто. Зрелище необычное. Кстати, это будет третий жилой проект бренда. Первые два построили в немецком городе Франкфурт и в Майами. Кажется, девелоперы на Бали будут строить меньше жилья. А все потому, что на острове хотят вести мораторий на строительство вилл, ночных клубов и отелей. Таким образом, на Бали решили позаботиться о природе и сохранить сельскохозяйственные земли. Правительство размышляет над длительностью моратория. Сейчас говорят о том, что он может действовать до 10 лет. И чиновники, и экологи полностью поддерживают возможное нововведение, потому что строительство на Бали нескончаемое. К примеру, за 10 лет число отелей выросло с 249 до 541. Исполняющий обязанности губернатора Бали отметил, что приостановить строительство могут в четырех районах – Динпасаре, Бадунге, Джаньяре и Табанане. Как получится на самом деле, пока неизвестно. Вы наверняка понимаете, что при ограничении строительства цены на недвижимость могут сильно вырасти. Поэтому инвесторам стоит быть начеку. В Греции во втором квартале 2024 года цены на квартиры в среднем увеличились на более чем на 9% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Данные предоставил греческий Центробанк. Так, например, квартиры в новостройках стали дороже почти на 11%, а вторичка на 8,5%. В прошлом году стоимость выросла сильнее. Новые квартиры увеличились в цене в среднем на 13%, а вторичка подорожала почти на 15%. Конечно же, в текущем году самый заметный рост стоимости жилья в Салониках – плюс 12% и в Афинах – плюс 9%. В остальных регионах цены выросли на 7,5%. Рост цен на жилье в Афинах обеспечен в том числе и жилищным кризисом. Поэтому с 1 января 2025 года там ограничат краткосрочную аренду. Запрет коснется нескольких районов – в первом, втором и в третьем муниципальных округах. Более точные названия локаций найдете в нашем телеграм-канале Property Show. Ссылку оставим в описании. Собственники до 31 декабря текущего года могут зарегистрировать недвижимость в указанных районах, чтобы получить регистрационный номер и сдавать объект на короткий срок. Однако есть вероятность, что позже географию ограничений расширят. В Турции будут бороться с арендаторами, которые не платят налоги. Для этого арендодатели обяжут принимать оплату только через турецкие банки или почтовые отделения. Соответствующее постановление готовят в Минфине и Управлении налоговой службы. Конечно же, ведут и систему штрафов для тех, кто продолжит оплачивать жилье наличкой, причем страдать будут и владельцы недвижимости, и съемщики жилья. Сумма штрафа составит 10% от стоимости жилья и минимум от 5000 лир. Вот и подошел к концу наш выпуск. Напоминаю о предстоящей выставке зарубежной недвижимости, которая пройдет в Москве с 11 по 12 октября. Застройщиков и агентство недвижимости мы приглашаем к участию. Еще остались свободные стенды. Забронировать место можно по ссылке в описании. А всех желающих купить курортную недвижимость также приглашаю на выставку. Бесплатный билет можно получить на нашем сайте. Скоро увидимся. Пока-пока!